МФТИ Субтитры создавал DimaTorzok Институт продолжает развиваться. В настоящее время ведется строительство биофармацевтического кластера. БФК «Северный» — это объединение Московского физико-технического института с малыми инновационными компаниями, научно-исследовательскими организациями, производственными компаниями. Из тех традиционно сотрудничают с организациями Академии наук и с основными предприятиями, которые представляют оборонный комплекс нашей страны. Постановление правительства — это о сотрудничестве институтов или университетов с высокотехнологичными компаниями. Факультет аэромеханики и летательной техники ФАЛТ является неотъемлемой частью МФТИ. Специфика факультета состоит в, так сказать, офшорном от метрополии его расположении. ФАЛТ находится в живописном городе Жуковске и максимально приближен к своим базовым институтам — ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ. ФАЛТ возник в 1965 году в Жуковском. Теперь это национальный центр авиастроения России. Тогда это был город, в котором было много научно-исследовательских, опытно-конструкторских организаций. На факультете ведется ряд инновационных проектов. Это создание для авиационных тренажеров системы объемной визуализации и исследования психофизиологического состояния летчика. Проводятся работы по созданию расширенных математических моделей, которые будут внедрены в реальные исследовательские стенды и тренажеры. Это касается математического моделирования спутной турбулентности при дозаправке в воздухе. Другой задачей является учет влияния порывов ветра при посадке самолета на авианесущий крейсер. Третья задача связана с горным аэродромом и заключается в учете влияния на самолет сложных по своей структуре вихревых потоков, образующихся при обтекании горных массивов и способных представлять опасность для самолета при заходе на посадку. ФАЛТ имеет большой опыт в разработке и проектировании систем виртуальной реальности, а также опыт изготовления и доработки авиатренажеров. Команда проектов имеет возможность проводить свою работу на специализированном оборудовании, имеющемся на факультете. Это сверхмощный вычислительный кластер, силовые установки, аэродинамические трубы, пилотажные стенды, специализированное программное обеспечение. Факультет инноваций и высоких технологий, FIFT, один из самых молодых факультетов легендарного физтеха. Совместный разработок является тренажер для тренировки горнолыжников. Это первый тренажер со стереоскопической системой визуализации. Тренажер оборудован системой трекинга, позволяет проводить измерения степени погружения в виртуальную среду. В том числе и благодаря данному тренажеру, витрина спортивных достижений МФТИ пополняется новыми кубками и наградами. В лыжном тренажере используется уникальная система визуализации близких объектов. Данная система очень актуальна и при доработке тренажеров для летчиков, потому что позволяет сделать изображение на экране максимально похожим на настоящее. Отработка сложных режимов полета на Земле, таких как взлет и посадка на палубу авианосца, заправка в воздухе, групповой полет, поможет летчику в реальных боевых ситуациях. Вообще физтех был славен всегда тем, что наши выпускники решали задачи не стандартные какие-то такие, а вот нетрадиционные. МИГ-29К – российский палубный многоцелевой истребитель четвертого поколения, являющийся дальнейшим развитием МИГ-29. Это один из немногих современных истребителей, способных осуществить взлет и посадку на палубу авианосца. Специально для обучения пилотированию на новом палубном истребителе в инженерном центре корпорации МИГ был создан подвижный тренажер с 3D-стереоскопической системой визуализации, первый в стране тренажерный комплекс такого уровня. Если говорить о взаимодействии с ОАО «РСК МИХ», то для себя я этот проект вообще выделяю из всей серии проектов, которые мы вели. Выделяю я, не отношу к заслугам этого физтеха, я выделяю, я отношу, наверное, к заслугам все-таки руководства «РСК МИХ», которые, те руководители, которые отвечают за ведение этого проекта с физтехом. Мы на этом проекте не первые, то есть до нас на таком проекте и на этом же стенде отработал авиационный институт. И первые беседы, которые у нас были по этому проекту, когда мы сказали, а что же вы хотите от нас, вот университет отработал, они говорят, там мы дошли до определенного состояния, и дальше мы его перевалить не можем. Вот я сижу в тренажере, я смотрю то, что вот мне показывают, то есть мне очень все нравится. Они говорят, нет, это вы сидите в тренажере так. Вот летчик садится в тренажер, он смотрит вокруг и говорит, нет, вот взлетная полоса немножко по-другому выглядит. Вот трава немножко по-другому выглядит. Но время показало, что требуется усовершенствование существующего тренажера. По мнению летчиков, несмотря на качественную реализацию, тренажер самолета МиГ-29К нуждается в улучшении реалистичности восприятия летчиком окружающего пространства ближнего поля. В этом проекте СРСК МиГ мы оказались в ситуации, когда в качестве заправщика используется МиГ-29. Это МиГ-23, но это похоже, в общем-то. То есть небольшой самолет является носителем топлива. В случае неудачной посадки на авианесущий крейсер надо иметь возможность дозаправиться и повторить попытки. Подход самолета заправляемого, вообще говоря, вихревая структура на расстоянии нескольких размахов крыла сворачивается в некую когерентную структуру, пару вихрей, которые оказывают большое воздействие на заправляемый аппарат. И так получилось, что крыловой заправщик в траверзе вот этого вихря расположен. Легендарный физтех активно развивается. Гордится своим прошлым, ведь основателями института были Курчатов, Королев, Семенов, Ландау, академик Петр Леонидович Капица. Гордится своим настоящим, нобелевскими лауреатами 2010 года по физике, Андреем Геймом и Константином Новоселовым. С уверенностью смотрит в будущее. Московский физико-технический институт постоянно подтверждает свой высочайший рейтинг, завоеванный большим трудом многих поколений выпускников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова